МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Первый Матичинский. В эфире информационная программа День. В студии Дарья Линская. И вначале коротко о главных темах выпуска. Вакцинация против гриппа набирает обороты. Почему многие спешат сделать прививку? Те, кто прививался гриппом, не заболели коронавирусной инфекцией. Строя отходом, не место на контейнерной площадке. Какое наказание предусмотрено за нарушение этого правила? Вы будете привлечены к административной ответственности. Сумма штрафа варьируется от 1 тысячи до 2. Камень-монолит в память о моряках Великой Отечественной войны появился в мытищах. Всегда будем к ним обращаться. Что бы мы ни делали, мы всегда будем на них смотреть. А теперь об этом и многом другом более подробно. Актуальным вопросом безопасности муниципалитета и его жителей уделяют внимание участники комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС городского округа Мытищи. На этот раз на повестке. Готовы ли соцобъекты к осенне-зимнему сезону? Следуют ли противопожарным правилам учреждения образования? На будущее? Как защитить любителей пляжного отдыха? Подробности у Надежды Звягинцевой. 125 учреждений образования, расположенных на территории городского округа Мытищи, проверили инспекторы пожнадзора в преддверии нового учебного года. Были выявлены нарушения в частном детском саду «Чудо-дети», которое организовала индивидуальный предприниматель Ирина Николаева в деревне Беленинова. Требованием не отвечали пожарная сигнализация и пути для эвакуации. Индивидуальный предприниматель Николаева И.А. была привлечена к административной ответственности по части 20.4 в виде штрафа на сумму 20 тысяч рублей по результатам ранее прокурорской проверки. В настоящее время данному предпринимателю вручено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности и сроки этого предостережения взяты на контроль. Полностью выполнить предписание невозможно из-за конструктивных особенностей помещения, сообщила Ирина Николаева участникам комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС. Те, в свою очередь, церемониться не стали. Мы вынуждены инициировать внеплановую проверку и дальше принимать решение о целесообразности дальнейшей деятельности этого детского садика с учетом того, что не обеспечены меры пожарной безопасности. Еще один актуальный вопрос – готовы ли объекты социальной сферы, в том числе учреждения образования, к отопительному сезону 2020-2021 годов. С учетом того, что температура может в любой момент понеситься, система должна быть готова принять тепло для того, чтобы обеспечить детей или наших больных надлежащие температуры внутри этих учреждений. Отопительный сезон начнется, как только температура воздуха за окном опустится до отметки плюс 8 градусов. О принятых мерах доложили представители МГКБ, Управлении социальной защиты населения, образования, культуры, физической культуры и спорта. Кроме того, собравшиеся подвели итог купального сезона 2020. Представитель МЧС Олег Павлов пояснил, что большую опасность представляют не официальные пляжи, а так называемые «дикие» и призвал в следующем году установить там дополнительные аншлаги. Выводы, сделанные докладчиком, будут учтены при планировании мероприятий по обеспечению безопасности любителей пляжного отдыха летом 2021-го. Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый, Мытищинский. Сегодня сотрудники Мытищинского водоканала совместно с управляющими организациями продолжают выяснять причины многочисленных жалоб на качество воды. Сообщения поступали от жителей домов улицы Астраха в Институтской, Кадамцево и других. Пробы холодной воды были взяты накануне, эта работа продолжилась и сегодня. Органолептические показатели, такие как цветность и запах в норме. На данный момент силами водоканала ведется промывка сетей, после которой будут взяты повторные анализы уже независимой лаборатории Роспотребнадзора. Данные анализы будут предоставлены жителям, также управляющим компанией, размещены в соцсетях. Все результаты, я думаю, будут предоставлены у нас в кратчайшие сроки, максимум это будет в понедельник. На данный момент работы проводятся, закончим их в пятницу. После проведения анализа проб воды последуют дальнейшие мероприятия в целях предотвращения и снижения параметров качества оказываемых услуг. Продолжается масштабная прививочная кампания против гриппа. Для сотрудников предприятий, где трудится более 500 человек, организованы пункты вакцинации на рабочем месте. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо при себе иметь паспорт или полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку с современными вакцинами. Дополнительную информацию можно найти на сайте по вакцинации населения против гриппа. И сегодня стало известно, что вакцинация против коронавирусной инфекции запланирована в Московской области на декабрь. Особенности кампании сезонной вакцинации против гриппа в этом году предсказуемы. Главная из них – повышенная активность населения. В некоторых регионах страны вакцинацию прошли вдвое больше граждан, чем за первые две недели в прошлом году. Это дает возможность лучше подготовиться к осенне-зимнему периоду. Почему жители спешат сделать прививку, расскажет Сергей Берзин. Для создания надежного антиэпидемического барьера необходимо вакцинировать до 40% населения. Но в нынешних условиях рекомендовано повысить эту планку. Перед началом сезона заболеваний гриппом, а он ожидается в начале следующего года, нужно обеспечить прочный тыл. По сути, это вопрос самой организации отпора возможной вспышки заболеваний ОРЗ и гриппом. Мы все понимаем, какую нагрузку испытала наша медицинская система вот в этот период. Давайте, уважаемые сограждане, уважаемые земляки, сделаем прививку и тем самым ослабим давление на наших медицинских работников. Поэтому, когда вы будете звонить, не дай бог, в скорую помощь или приходите к врачу, я заболел, подумайте, а что вы сделали для того, чтобы этого не случилось. Как поведет себя коронавирус в условиях эпидемии гриппа, пока никто сказать не берется. С каким трудом приходится ее останавливать, уже никому не надо доказывать. Опасность двойного заболевания или заболевания ослабленного организма тоже непредсказуема. Но есть и хорошие новости. Уже есть статистика на сегодня о том, что те люди, которые прививались в том году против сезонного гриппа, практически не заболели коронавирусной инфекцией. Уже сегодня вирусологи говорят о том, что действительно те, кто прививался гриппом, не заболели коронавирусной инфекцией. Или она протекала в значительно легких формах. Конечно, только по результатам эпидемического периода будут сделаны окончательные выводы об эффективности борьбы с сезонными заболеваниями. А пока к ним надо готовиться. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый Мэтичинский. И к другим темам. Открытие новой комплексной площадки посетили председатель Совета депутатов Андрей Гореликов и первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин. Детская площадка по адресу Новомэтичинский проспект 41, корпус 1, выполнена с соблюдением всех норм безопасности и с учетом пожеланий жителей, среди которых было проведено голосование по всем вопросам, связанным со спортивно-досуговыми элементами. Прилегающая к площадке территория также будет благоустроена в ближайшее время. Давай, мы тебя на брусье. Ну-ка. Держи. Оп. А подтянешься? Давай, и раз, и два, и три. А тебе какой элемент больше всего на площадке нравится? Качели. Вот видите, вот еще раз, это мы взрослые пришли, говорим, давайте. А на самом деле, самые главные ценители, почему я у детей обошел, спросил. Здесь люди просили, обращались еще в прошлом году. И вот в этом году одна из 25 площадок этого года открыта нами сегодня. Главное для нас, это, конечно, отклики детей и родителей. Все довольны. Договорились с управляющей компанией, что доделают то, что не успели доделать по благоустройству окружающей территории. Сама площадка отличная. И через две недели приеду сюда, на эту площадку, посмотреть, как окружающая территория сделала ли то, что обещали жителям. Всего в Мытищах более 500 детских дворовых площадок. Ежегодно поддерживается их содержание, ведется замена устаревших игровых элементов, а также оборудование новых досуговых зон. Битая плитка, куски кирпича, разорванные обои или упаковка, которые остаются после ремонта в квартире – необычный мусор. Его нельзя оставить рядом с контейнерной площадкой. Это не просто нарушает порядок на придомовой территории, а наносит вред окружающей среде и даже может быть опасен для человека. Как правильно утилизировать стройотходы? Тему продолжит наш корреспондент. Так может выглядеть контейнерная площадка в любом из мытищенских дворов. Строительный мусор скапливается при реконструкции, благоустройстве или ремонте. Он не относится к твердым коммунальным отходам, но часто битый кирпич, кафельную плитку или рваные обои жители многоэтажек сваливают на придомовой территории. Сотрудники Госадомтехнадзора Московской области выявляют нарушителей. В этом году их уже более 40. В случае, если вам необходимо произвести выбор строительного мусора, вам необходимо обратиться в вашу управляющую компанию, заказать бункер на эту тематику и, соответственно, туда складировать свой строительный мусор, который образуется у вас в ходе ремонта вашей квартиры. В случае, если вы будете застегнуты на территории контейнерной площадки и будете осуществлять сброс строительного мусора, вы будете привлечены к административной ответственности. Сумма штрафа варьируется от 1 тысячи до 2. Но вывоз и утилизация строительного мусора стоят на порядок дороже. Восьмикубовый контейнер обойдется в 4 и более тысяч рублей. Остается надеяться быть незамеченным. Но в этом случае некондиционными отходами придется заняться управляющей компанией. Работы производятся за счет жителей многоэтажки, к которой относится контейнерная площадка. Если вы видите такие факты, что кто-то сбрасывает строительный мусор, то есть нужно обратиться к этому человеку и сказать, что не нужно этого делать, то есть вы нарушаете чистоту и порядок, тем самым создаете антисанитарию на территории контейнерной площадки и неблагоприятный облик для нашего с вами города. Также по данным фактам можно обращаться в госадом технодзор или к сотрудникам полиции. Кроме того, строительный мусор опасен для окружающей среды, а в некоторых случаях и для человека. Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый, Мытичинский. Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья провело заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях. Субсидии могут воспользоваться компании, осуществляющие строительство или реконструкцию гостиничных комплексов на территории Подмосковья. Для компаний, развивающих гостиничный бизнес, существуют различные региональные меры поддержки. Правительство Московской области субсидирует часть процентной ставки по банковскому кредиту, привлеченному на реализацию проекта строительства или реконструкции гостиничных комплексов. А также инвесторы могут компенсировать затраты на создание инженерной инфраструктуры, отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Подробности о мерах поддержки инвесторов в сфере гостиничного бизнеса, а также об условиях участия в конкурсном отборе на получение субсидий можно узнать по телефону 01-50. Кроме того, консультацию можно получить в администрации в Управлении социально-экономического развития. Если ранее соискатель обязан был предоставить документы, подтверждающие уже фактические расходы, только тогда субсидия могла быть предоставлена, то сегодня мы можем предоставить, мы как соискатель предоставляем протокол намерений о свершении каких-то покупок, сделок или приобретения оборудования. А далее просто отвечаем за целевое использование поступившей субсидии. Муниципальный конкурс на соискание субсидий стартовал 14 сентября. И у предпринимателей появилась возможность получить дополнительные меры поддержки. Камень-монолит в виде надгробной плиты в память о моряках, погибших в годы Великой Отечественной войны, установлен на берегу Клязьминского водохранилища, на территории водно-спортивной базы «ГАЛС». Многие мытищенцы воевали на флотах и отдали свои жизни. Сама идея установки памятного камня пришла потомкам погибших моряков, кто бережно хранит память о них. Создалась инициативная группа по организации мемориала на берегу водохранилища. Читаю своей обязанностью эту работу вести, считаю своей обязанностью чтить память воинов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, погибли, отдали свои жизни. Память должна передаваться нами, своим детям, чтобы они это несли сквозь поколения, чтобы эта память никогда не угасала. Это первый у нас мемориальный комплекс в честь военных моряков. Морские традиции воспитываются среди молодежи на примере их героических прадедов. Вечная память воинам-морякам, отдавшим жизни в Великой Отечественной войне. Вечная память воинам-морякам, как надводного, так и подводного флота. Мы всегда будем к ним обращаться, что бы мы ни делали, мы всегда будем на них смотреть. Сейчас ведется работа по сбору информации от родственников о ветеранах и участниках Великой Отечественной, воевавших на флотах. В будущем появятся новые мемориалы. Сергей Берзин, Олег Степанов, Первый, Мытичинский. Смотрите во второй части выпуска после блока социальной рекламы. Посади свое дерево. Как проходит экологическая акция в условиях пандемии? Так что клен, расти большой и крепкий. Как в советское время называли четверг? Рыбный. Астрономы и просто любители признают, за ночным небом лучше всего наблюдать в долине Легьян. Шины я сдаю в шиномонтаж, где с утилизацией. Мебель старую складываю рядом с помойкой. Нету крупную. Крупный мусор. Не знаю, машину вызывать. Все. Какие проблемы? Мы недавно выбрасывали пылесос, относили на мусорку и все. Распределяю все, как мы выбрасываем. Распределяю все. В мусорку, в контейнеры специальные там есть. Ну где мусорные контейнеры? Там есть уголок небольшой для мусора крупногабаритного. Я так понимаю, туда я его и выбрасываю. Мегабак? Нет, не слышала. Нет. Нет? Да, что-то слышала. Честно, нет. Нет, не знаю. Вполне, думаю, нужен, потому что около мусорок постоянно ажиотаж со всякими диванами, какие-то плиты выносят, и как бы это не очень приемлемо. Надо, конечно, чтобы помойки не засорять. Ну, наверное, нужно, чтобы не валялось там на мусорке большие диваны, там, гардеробы. Много домов все строятся, правильно, много там квартир продаются, заезжают, куда мебель делается. Если будет бесплатно, да, и вот как дополнительно это будет предоставляться, эта услуга. Мне кажется, это будет нормально. Я думаю, да, это будет очень полезно, потому что те же строительные материалы какие-нибудь, те же работники могут туда выбросить мусор, и это будет очень удобно для сортировки мусора. Карту «Стрелка льготной тарификации» могут получить школьники, студенты, школьники сельской местности, военные пенсионеры. Для этого пройдите авторизацию и осуществите вход на региональный портал государственных услуг Московской области. Выберите категорию «Карты», заполните все поля и перед отправкой проверьте правильность заполнения. Проверить статус заявления вы можете в разделе «Обращения». Для получения карты обратитесь в МФЦ. Для этого вам понадобится номер заявки, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льгот. Для активации карты оплатите ее залоговую стоимость на сайте стрелкокарт.ру или в мобильном приложении. Пополняйте карту быстро и без комиссии на официальном сайте и в мобильном приложении стрелкокарт.ру. Московскому областному отделению Всероссийского общества охраны природы 95 лет. Крупноэкологическая организация не только учит защищать окружающую среду, масштабные акции собирают сотню людей и приносят реальный результат. Слово моим коллегам. Необходимость природоохранной работы с населением осознали давно, еще в позапрошлом веке. Но на государственном уровне первые проекты стартовали в 20-х годах века 20-го. Тогда и были заложены основы сегодняшней экологии как общественной деятельности. Всероссийское общество охраны природы отмечает 95-ю годовщину со дня своего основания. Это почти целый век. Что сделано за это время? Об этом говорится здесь, сегодня, на областной конференции общества. Научно-практическая конференция – это сплав теории и практики. И в первую очередь всех волнует контроль за необдуманным воздействием человека на природу. Мусор у нас, сегодняшняя ситуация такая, что мусор везде. Конечно, это такая головная боль всех наших инспекторов. Показать, что мы как-то либеральнее, чем я бы не сказал. Дело в том, что, во-первых, санкции очень большие. Ущерб исчисляется, например, за 2019 год Министерство экологии насчитало ущербов на 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Как восполнить ущерб на миллиарды? Эта задача чисто административная или просветительская? Что важнее? Проблем чрезвычайно много. И эти проблемы, они не просто проблемы Московской области и Российской Федерации. Это проблемы глобального выживания человечества. Обходимый контроль, а главное – экологическая культура. Она пока явно недостаточна. И вот цель общества – не просто воспитать культурного человека и экологически грамотного. Но главное, что человек должен понимать свою ответственность за ту землю, на которой он живет. По оценкам специалистов, именно мытищи стали настоящим очагом экологической культуры в Московской области. Здесь работают экологические факультеты, школьные классы, реализуются массовые проекты. Городской округ мытищи уже многие годы считается лидером по вопросам экологического воспитания, экологических проектов, всевозможных пилотных проектов. И население, и молодежь, и дети все привлекаются как раз к вопросам экологии, сохранения природных ресурсов и тех самых вопросов, которые сегодня, в общем-то, мы будем здесь обсуждать. Всероссийское общество охраны природы высоко оценивает достижения городского округа в области экологии. Орденом Вернадского, а это высшая экологическая награда в стране, награждены глава городского округа Виктор Азаров и заместитель главы городского округа Светлана Лысенко. Отмечены достижения и перспективы экологических проектов и программ, реализуемых в мытищах. Сергей Берзин, Константин Химичев, Первый, Мытищинский. Уже в ближайшее воскресенье работники лесного хозяйства отметят свой профессиональный праздник. Однако, отвечать за сохранность леса и приумножать зеленый фонд страны сегодня берутся все, кто дружен с природой. Доказательством этому становятся ежегодные акции, в которых жители Подмосковья массово принимают участие. Мытищинцы не исключение. Но в этом году организаторам акции «Наш лес. Посади свое дерево» в связи с пандемией пришлось сменить формат мероприятия. Подробности в материале Андрея Латынцева. Венгерская сирень, дёрен белый, спирея вангута. Теперь этот жилой район на улице Колпакова, 29, стал зеленее. Хоть с пандемией коронавируса и пришлось отказаться от единого дня посадки леса, мероприятия по зеленению дворов, парков и лесных территорий в рамках акции никто не отменял. Разве что деревья-кустарники высаживают точечно и исключительно силами администрации. Акция, вы видите, в этом году у нас такая немного укороченная акция, потому что обычно все эти акции весна-осень мы проводим в лесу, где у нас основные посадки. В этом году в связи с тем, что пандемия нас немножко всех подкосила, пришлось заняться только посадками на территориях. 26 числа будут сажать лесники у нас здесь, на территории, в районе Пирогова. Поэтому, может быть, опять же укороченным составом от моего управления несколько человек примет участие. Потому что массово это не будет носить такой характер. Наш лес, посади свое дерево, своего рода месячник, в ходе которого экологи контрольного управления муниципалитета и работники лес-паркхоза планируют озеленить в городском округе 9 площадок. Шесть из них в границах округа и еще три в селе Марфино. Всего 407 деревьев и кустарников. Жалко, потому что уже людям понравилось. Это вошло уже в традицию. Каждый год, два раза даже в год у нас получается весна-осень, посадка идет деревьев массово, с выездом в лес, с чаепитием. Ну, чтобы люди чувствовали праздник. Что мы не только сажаем для себя деревья, для наших будущих поколений, но и такое радостное мероприятие. Озеленять собственные дачные участки – тоже вклад в общее дело. Так, в разгар пандемии весной этого года, пока работники лесхоза и администрации озеленяли аллеи и скверы городских округов, многие дачники облагораживали свои загородные метры, присоединившись тем самым к еще одной масштабной акции «Лес Победы». Впрочем, при нынешней эпидемиологической обстановке важно не столько посадить дерево, сколько сохранить его для будущих поколений. Эти только что посаженные клёны еще робко шелестят листочками. Будем надеяться, что с участием жителей близлежащих домов эти деревья простоят здесь долгие годы. Так что клён – расти большой и крепкий. Андрей Латынцев, Андрей Капустин, Первый Матичинский. Студенты Московского государственного университета доказали, что они в хорошей физической форме, приняв участие в фестивале здоровья. Стадион Перловского корпуса собрал молодежь всех факультетов вуза. Более 150 студентов. В спортивном празднике приняли участие первокурсники. Как ощущения, впечатления от сегодняшнего дня? Ощущения огонь, особенно рукам после кроссфита. Особенно понравилось передавать монетку. Прыгать, падать. Круто все, здорово! День здоровья – это не только способ поддержать свое тело в хорошей физической форме, но и возможность для первокурсников лучше познакомиться. В финале насыщенного дня самые активные студенты получили награды. Места распределили следующим образом. Первое место у команды факультета физической культуры, второе – у экономического факультета, и бронза присвоена студентам юридического факультета. В эти и следующие выходные, а также 3 и 4 октября, на центральной площади города пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени». В ярмарке примут участие более 120 хозяйствующих субъектов из 16 регионов страны, а также представители ближнего зарубежья. Будет представлен широкий ассортимент сыров, замороженных полуфабрикатов, меда, кондитерских изделий. Кроме того, производители предложат овощи и фрукты, мясную, молочную и рыбную продукцию, саженцы плодовых деревьев и кустарников по ценам ниже, чем в магазинах. Ярмарка будет работать с 9 утра до 7 вечера. Сегодня в Мытищах проходит первый матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ китайского клуба «Кунь-Лунь Ред Стар». На льду арена Мытища, а они скрестят клюшки с хоккеистами екатеринбургского автомобилиста. Напомню, нынешний сезон китайский клуб будет базироваться в Мытищах. По распоряжению властей региона заполняемость трибун не должна превышать 50% от вместимости. Но и это число подлежит серьезной корректировке в соответствии с требованием Роспотребнадзора и регламента КХЛ. В итоге в продажу поступит лишь 1390 билетов. О том, как прошел матч и как соблюдаются меры безопасности, мы расскажем уже завтра в программе «День». Сегодня четверг. Для кого-то это обычный день недели, но в советское время четверг был особенным. Интересно, что знают об этом мытищенцы? Не помню. Чистый четверг, может быть? Нет. Но это какой-то церковный праздник, честно, не знаю. Как же он назывался в советские времена? Я знаю. От советской столовой вы бы что ели в этот день? А, рыбный день это был. Рыбный день. Ой, не помню. Связано было с рационным питанием. Рыбный день? Рыбный. Да, мы угадали. Честно скажу, не знаю сразу. С рационным питанием было. Рыбный. Рыбный день. Рыбный день. Изначально рыбный день был введен на предприятиях СССР в 1932 году. Это было вызвано спадом производства мяса, а также борьбой с недостатком белков в рационе. Повторно рыбный день вернулся в режим советских граждан спустя 44 года. Большинство предприятий общепита исключали из меню все мясные блюда, заменяя их на рыбные, что, конечно, вызывало недовольство у рабочих и служащих. Быть четвергу рыбным или нет сегодня каждый решает для себя сам. Однако диетологи по количеству полезных веществ, содержащихся в рыбе, именно этому блюду в рационе отдают пальму первенства. Сейчас время международных новостей. Долину Легьян в Италии признали одним из самых лучших мест для наблюдения за ночным небом. Она притягивает туристов, которые хотят уединиться, и посмотреть на мерцающие звезды. В этой долине также можно заглянуть в астрономическую обсерваторию. Слово моим коллегам. Небо, озарённое миллионами мерцающих звёзд. Именно таким захватывающим видом знаменита долина Легьян в Италии. Эта сельская местность находится в автономной области Валле Даоста на севере страны. И она как магнит притягивает тех, кто хочет сполна насладиться ночным небом. Недавно же долина получила международное признание. Её включили в официальный список лучших мест на Земле для наблюдения за звёздами. Его составляет фонд Starlight, входящий в ЮНЕСКО. «Когда темнеет, я выхожу на улицу. Поскольку огней вокруг нет, то как будто погружаешься в звёздное небо. Совсем не похоже на другие места. Это единственное место, где звёзды видны так же, как в море». В этой долине также можно заглянуть в астрономическую обсерваторию. «Диаметр объектива нашего телескопа 81 сантиметр. Чем больше телескоп, тем больше он захватывает света, что позволяет лучше изучить космос. Если сравнивать с другими обсерваториями, у них телескопы намного больше, но небо не такое красивое. Сама природа предоставила нам преимущества». Местные власти очень серьёзно относятся к вопросу светового загрязнения. Например, обычные фонари заменили на светодиодные и спроектировали так, чтобы свет шёл только вниз. Пока такие есть только в долине. В будущем планируют установить подобные фонари во всей автономной области. «Это уникальный природный музей под открытым небом. Подобного нигде больше не увидишь. А здесь можно увидеть почти всё. Во время наблюдения за звёздами я почувствовала себя очень маленькой в этой огромной вселенной». Прогноз погоды и много интересного. Не переключайтесь. Оставайтесь с Первым и Тищенским. Опасно думать, что окна не интересуют вашего ребёнка. Что он оставит без внимания пролетающий самолёт, птичку или снежинку. Ребёнок следует мощному исследовательскому инстинкту. Несколько секунд – и ребёнок уже на подоконнике. Москитная сетка не удержит ребёнка. Крепление её непрочно, а иллюзия опоры создаётся. Исключите все иллюзии. «Безопасность, которую вы создаёте, должна быть настоящей». Не оставляйте окна настиж открытыми даже в сильную жару. Специальные замки или решётки на окнах значительно снижают степень риска. Уберите от окон предметы мебели, по которым ребёнок может взобраться на подоконник. Держите закрытую балконную дверь. Никогда не оставляйте ребёнка в квартире одного без присмотра. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребёнка. Или забрать. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова